Если тебе так нравится Элеонора, встречайся с ней сам. В дурдоме, алё! Твои родители и правда умерли. Ты по ночам превращаешься в Моиселину? Парень, просто вызови скорую. Не, вы правы, я просто макарон. Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Юлия Роджерс. И сегодня мы начинаем с вами смотреть новый Sims 4 сериал под названием «Помоги мне». Сразу же говорю для тех, кто вдруг не в курсе, не знает. Создателем этого сериала является Валерия Найс. Та самая, которая создала сериалы «Я заставлю тебя полюбить» и «Мерзавец». Предвкушаю все ваши комментарии. Я за ТП будет, обзор на него будет, мы, естественно, закончим этот сериал. «Мерзавец» тоже будет, мы тоже будем продолжать его смотреть, я его закончу. Даже несмотря на то, что я уже знаю, чем закончится этот сериал, что для меня крайне печально. Перед началом этого ролика я хочу поблагодарить топовых донатеров с последнего стрима. Они будут вот здесь. Ребята, вы лучшие знаете это, помните. Если вы хотите, так же, как и эти прекрасные, великолепные люди, попасть в мой ролик, то я приглашаю вас на свои стримы. Да, я иногда их провожу, поэтому следите за вкладкой «Сообщество» на моем канале, за моей группой ВКонтакте. И вот как раз-таки сразу же могу напомнить вам о том, чтобы вы подписывались на мой канал и не забывали тыкать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А еще, говорю для тех, кто не в курсе рубрики «Глазами зрителя», если вы не видели предыдущие выпуски этой рубрики, то заглядывайте в описание под этим видео, а также вот здесь, сверху, будет подсказочка с ссылкой на плейлист. «Шесть лет назад тюрьма Бостел». Здесь уместно. Я обычно в ЕЗТП часто говорила, что всякие вот эти вот плашки отдельные, там, пять минут спустя, день спустя, это лишнее. Сейчас хорошо, сейчас это нам нужно, чтобы мы знали тот временной промежуток, который произошел. Все-таки шесть лет назад — это большой промежуток времени, а не типа на следующий день, поэтому здесь все здорово, здесь все хорошо. Сразу говорю, я смотрела трейлеры и представление персонажей к этому сериалу. Да, Лера, я за всем слежу. И видишь, иногда это играет мне не на руку, проспойлерила себе мерзавца. Зачем? Непонятно. Сразу хочется отметить, что здесь такая голубоватая, зеленоватая цветокоррекция, которая отличается от всех предыдущих сериалов у Валерии. Это хорошо. Нет, пожалуйста, прошу, хватит. И это нам еще показали мега чистую камеру. Хотя, наверное, за рубежом так оно и есть, это в России, как всегда. В настоящее время психиатрическая больница. Добавились в визуал вот эти вот какие-то тоже голубоватые блики. Эффекты, добавлять в визуал, это всегда хорошо, здорово, одобряю. Звуковое сопровождение тоже хорошее, то есть добавилось много таких вот звуков, типа закрытия железной двери, шаги уместные, потому что частенько в всем сериалах нынешних замечается, что звуки шагов слишком часто добавляются, и они не нужны. Вот сейчас пока что уместно. Идем. Вот, собственно говоря, и главная героиня только что была на ваших экранах. И на моем тоже. Капуста? Похоже на капусту. Я не знаю, почему я обратила на это внимание, я всегда на какую-то хрень обращаю внимание. Капуста. Боже, я... Почему бы около психиатрической больницы не выращивать капусту? Боже, я так рада тебя видеть. Взаимно, но давай скорее уедем отсюда. Не могу больше видеть это место и оставаться рядом с ним. Так, я так понимаю, это заставка пошла. Насчет главного героя. Я видела, как только Лера представила этого персонажа, причем даже не полностью, она там... Как-то вот посюда был какой-то кадр. Все начали сразу писать, что это копия Клиффорда, очень похожа на Клиффорда. Скажу свое мнение. В целом, да, они немного похожи. Но я не имею в виду внешне, я имею в виду типаж. Судя по всему, Лере нравится вот подобный типаж мальчиков. Всем сериала. Они не братья-близнецы. У них разные черты лица. Но по типажу, да, они похожи. Но стоит ли за это судить автора? Думаю, нет. Процко, ребята, танцуем. Мэйсон. Надо запомнить. Главного героя зовут Мэйсон. Какой серьезный день. Добрый день. Садись. День добрый. Мэйсон. 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 Я запоминаю имя, не обращайте внимания. Надеюсь, это не у меня проблема. Как-то как будто бы немножко подзалипает. Как будто бы немножко проседают кадры. Мы ждем объяснений. По поводу. Как ты посмел отвергнуть Леонору? Кто разрешал тебе так поступать? Отец. Дядя. Отец. Я уже много... Отец. Отец. В смысле? Если тебе так нравится Леонора, встречайся с ней сам. Какие проблемы, отец? Причем тут твой сын, скажи мне. Отец. Много раз говорил, что... Я задал вопрос. Отец, ну Леоноре 60. Отец, я тебе говорил, мне нравятся молодые. Отец, в чем проблема? Нравится тебе Леонора, сам с ней мути, отец. Ты плохо слышишь отца? Что за молчание? Где твое уважение? Мам, но ведь я хочу сказать... Ты не должен сейчас говорить. Ты должен лишь отвечать на мои вопросы. Ясно. Опять бедный мальчик, который... Короче, если Клиффордову внимания вообще не уделяли, тут наоборот, родители слишком пристально следят за жизнью своего сына, и это тоже проблема. Мне никто не дал разрешение поступать. Типа из крайности в крайность бросает родителей от сериала к сериалу. Так как я поступил, но это было сделано исключительно. Я не очень понимаю, что написано. Мне почему-то кажется, что у него написано макарон. Кто точно знает, что написано на этой татуировке, я на фотографиях пыталась рассмотреть. Я не понимаю, немного шерифт в конце. Мне кажется, что написано макарон. Если я ошибаюсь, то мне, видимо, все равно. Я иногда буду называть его макарон. Не обращайте внимания. Мне никто не дал разрешение поступать так, как я поступил. Но это было сделано исключительно из-за того, что я не испытываю к ней никаких чувств. Нахал! Нахал! Как ты не можешь испытывать к Элеоноре Владимировне чувств? Она твоя воспитательница с детского сада. Прекрасная золотая женщина. Ты что, совсем... Возмутительно. Прошу прощения за свою бестактность, но я не мог поступить иначе. Малый, я тебя порол в детстве. Нужно было чаще и жестче это делать. Куда ж еще жестче? Что ты там бормочешь? Ничего. Вскройся с глаз моих. Не хочу тебя видеть. Ты разочаровал меня. Опять! А Элеонору позови. Вот ее я хочу видеть. Нравится мне Элеонора, но видишь ли, у меня жена есть. О, это что? Это что, реклама ЛАШ? По крайней мере, похоже. Ну, это макарон. Ну, написано. Когда-нибудь это все закончится. Надеюсь. Конечно, прикольно, что добавлены какие-то вот эти голубые штуки. Но, наверное, использовать их на протяжении всего видео, возможно, не лучшее решение. Приедается вот конкретно это и иногда мешает в кадре. Возможно только мне. Каковы ощущения? Пока сложно сказать. Впечатление, будто это очередной сон. Я очень рада, что ты здесь. Жива и здорова. Спасибо тебе большое. Ты единственная, кто не бросил меня и остаешься рядом. И я ценю это. Мне очень жаль, что твои родители отвернулись от тебя и... Не стоит об этом говорить. Не хочу их вспоминать. После произошедшего они умерли для меня. Как ты вообще провела все эти годы? В дурдоме, алло. Ты, может, не в курсе? В тюрьме. Потом в дурдоме. Как я провела все эти годы? Прям как на курорте. Заметила у тебя небольшой шрам на губе. Над тобой... Ой, над тобой что, издевались? В тюрьме? И в дурдоме? Я-то думала, там всех кашей с утра кормят. Ну, типа как в садике. А там еще и бьют. А, невероятно. Издевались? Все нормально. Я пережила этот ад и больше не хочу к нему возвращаться. Давай поговорим о чем-то менее грустном. Хорошо. В таком случае я хотела бы обвести тебя радостной новостью. Что за новость? Твои родители и правда умерли. Я решила, что ты будешь жить со мной. Хочу помочь тебе встать на ноги. Порой мне кажется, я до конца жизни не смогу отблагодарить тебя за все то, что ты делаешь. Спасибо. Именно поэтому ты и будешь жить у меня. Как домработница. Всю свою жизнь. Благодарить меня. Ха, вот такая вот я хорошая подруга. Пустяки. Знаешь, а ведь я даже придумала, куда тебя можно устроить для работы. Ко мне, уборщице. Домой. Дворецким. Ну, за всех будешь работать. Правда? Думаешь, с моим интересным досье кто-то захочет работать со мной? У меня есть связи. А значит, захотят. Ты бесподобна. Спасибо, крошка. Прикольный сейчас был эффект. Кадр мне понравился. Макарон. Ну, блин. А что у него делает у него? Это его туалет. Что у него на столике делает палетка Нейкед? Урбан Дикей, короче. Ты, Мэйсон, ты по ночам превращаешься в Моиселину? Да. Привет, не занят? Привет. Нет. Мы с Кевеном хотели тебя позвать в наш излюбленный бар. Какой повод? А он разве нужен? Нет, но мало ли. Ждем тебя через два часа. Принято. Во, вот тут как раз не хватает этих голубых бликов, пожалуй. Хотя и без них норм. Даже не знаю. Выглядит она вроде ничего, адекватно. Но вот я не уверен что-то. Прошу. Пусть хотя бы попробует. Как шумно. Это так давит. Устроить девочку, которая до этого была в тюрьме, а теперь вышла еще и из психиатрической больницы в клуб кем-то барменом или официанткой, наверное, мне кажется, это не самая лучшая затея. Потому что человеку бы просто сначала адаптироваться к ситуации, к людям, ко всему. Она столько времени была, ну, изолирована от всего этого, что сразу выпускать ее в такой мир, это плохая затея. Я понимаю, что нужно будет... Она просто, ну, психологически может этого не выдержать. Выкрыть к этому точно не в данный момент. Вот. Я думаю, не в данный момент. Слушай, твоя подруга, конечно, в связи все дела, но она, наверное, не самая умная. Ну ладно, уговорила. Тебе и твоей подружке повезло. Потому что я тебя хорошо знаю и уважаю. Но если она доставит мне проблемы, решать их будешь за меня. Все ясно? Да, спасибо огромное. Мы не разочаруем. Очень на это надеюсь. Типа, конечно, подруга, ты молодец, что так сразу я развелась за мою жизнь, все дела, но это, наверное, не то, что мне сейчас нужно. Ты просто поддержи, а вот так резво лезь и куда-то меня там устраивать пока рано. Она только, вот, только-только вышла. Дай человеку освоиться, привыкнуть, адаптироваться, вспомнить ту жизнь, в которой она была раньше. Так, значит, отец снова тебя отчитал. Я бы сказал, снова разочаровался он мне. Я не понимаю, почему он так несправедлив по отношению к тебе. Ну, хочет отец Элеонор у себя в доме, ну вот очень-очень. Вы же знаете, как он, тут и объяснять нечего. Ну, у нас ведь тоже родители не первой нежности, но рамки-то знают. У меня, к сожалению, все далеко не так. Это отец, я сейчас. Наверное, звонит сообщить, что уже подал заявление в ЗАГС о том, что ты, Элеонор, разженитесь. Так же мне его жалко. Только вот жалостью мы ему помочь не можем. Ну, а если усыновите его, то поможете. Вы подумайте, ребят. Хорошо, я тебя услышал. Ой, ну все, момент знакомства. Извини за беспокойство, но с тобой все в порядке? А ты ко всем плачущим девочкам подходишь? Ты настолько добрый и великодушный, что вот прям видишь плачущую даму и не можешь пройти мимо? Не твое дело. Иди куда шел. Ну ладно. Я бы, наверное, так же сказала. Ладно. Вот только можно было менее грубо ответить. Так и ты мог мимо пройти. Человек плачет, у человека свои проблемы. Если человек не просит при этом о помощи, то просто проходи мимо. Ты меня еще манером учить будешь? Как хочу, так и отвечаю. Че пристал? Какая-то ты... Вот опять начинается сразу дерзость. Ну, шо ж такое? Почему все знакомства завязываются на том, что они начинают грубить друг другу? Слишком агрессивная. Слушай, парень. Я понимаю, что она сидела и все дела, и она может вмазать, но просто что не сериал, то грубое знакомство. Пожалуйста. Нет, нет. Пощади, пощади. Умоляю. Парень, просто вызови скорую. Ты что здесь делаешь? Эй, а ты еще кто? А я прохожий, который умывает руки. Это правильно, ведь всюду коронавирус. Ммм, кого-то он мне напоминает. Парня? Да, наверное, его. Плевать на него. Скажи лучше, меня взяли? Да. С завтрашнего дня ты будешь работать здесь. И я на тебя очень полагаюсь. Потому что мне было нелегко договориться. Спасибо, Раис. Кем она будет работать здесь? Если вот она даже одна наедине с собой сидела, и ей было хреново. Хреново. А среди людей, думаешь, ей будет лучше? Нет. Я не подведу тебя. Я, конечно, понимаю, что таким людям надо максимально пытаться адаптироваться к ситуации, но не настолько быстро. Ты уже придумал наказание? Ничего себе, у них целый церковный хор там поет в доме. Отец, конечно, странный у тебя, Мэйсон. Хочет Элеонору и хочет, чтобы дома пел церковный хор. Лучше скажи, как мне придумать наконец-то женить его. Ему никто не нравится. Я вообще уже начинаю сомневаться в его ориентации и предпочтениях. Так может, ему не нравятся только те варианты, которые предлагаете вы? Судя по всему, вы предлагаете ему 60-летних Элеонор Андреевн. В его же интересах сделать так, чтобы мои догадки не подтвердились. Иначе мне не составит труда оставить на нем очередной шрам. Не будь настолько жесток. Он уже взрослый. Может дать отпор. Да и не думаю, что это как-то поможет ему. Пусть только попробует дать мне отпор. В таком случае он пожалеет, что вообще на свет появился. Какой-то перебор с жестокостью со стороны отца. Прямо. Хочу его женить любой ценой. Если не женится, буду бить его до конца его дней. Возможно, папаня очень сильно хочет внуков. Это что, тот парень, который вчера ко мне подходил? Ну здорово. Да. Я уже на месте. Жду вас. Что-нибудь желаете? Ты? Нет, не я. Повторюсь, что-нибудь желаете? Один коктейль Манхэттена. Это все? А я попросил еще что-то. Пишите, какие дерзкие они оба. Эй, официантка. Я вас слушаю. Не тебе не эй, так-то. А ты аккуратнее, она сидела. Она, наверное, может тебе дать отпор. Почему вы принесли мне не тот салат? И пиво. Оно светлое, а не темное. Так может быть, потому что ты так заказал? У тебя, может, какая-то биполярочка. Твоя одна личность заказала это, и я тебе принесла. Может, это у тебя какие-то проблемы, а? Слушай, а я в психиатричке сидела. У меня есть знакомый психолог, психиатр. Могут с тобой поработать. Тебе дать визиточку? Мм? Пошу прощения, это просто мой первый рабочий день, поэтому... Мне плевать. Я за что по-вашему плачу? Какие-то... Так-так-так, ты еще не заплатил. Я тебе счет не приносила. Так что, что ты тут разводишь? Проблемы? Ох, только тебя здесь не хватало. Она не выполняет свою работу. Она новичок, но старается. Зачем же сразу так грубить из-за перепутывания блюд и напитков, которые можно с легкостью заменить? А ты вообще кто такой? Что-то я не вижу, чтобы ты выглядел как хозяин этого заведения. Вы правы, я обычный клиент. Не, вы правы, я просто макарон. Тогда какого черта ты встреваешь туда, куда тебя не просят? А это запрещено? Ты нарываешься, парень. Не советую вам связаться со мной. Вот как? Какие все кругом агрессивные! Ребята, будьте добрее! Откуда вы уже этот нож-то, тесак, достал? А теперь повтори-ка свои слова, щенок. Да, это, видимо, не самый элитный клуб, прямо-таки. Ну что же, ребята, вот такая вот первая серия. Будем смотреть, следить за развитием событий. Пока не могу сказать четко определенного мнения насчет этого сериала. Вводная серия, сложно судить, что будет дальше. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И если это так, то не забывайте поддерживать его большим пальчиком вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал и тыкать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Еще вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Инстаграм и подписывайтесь на Инстаграм моей группы. Также напоминаю про возможность оформления спонсорской подписки. Если ты вдруг чувствуешь себя немножко царской особой, барином-боярином или барышней, то тебе точно туда, в раздел спонсорства на моем канале. Также напоминаю о том, что иногда я провожу стримы, так что тоже приходи. И возможно ты так же, как и прекрасные люди из начала видео, которые попали в топ-донаты, попадешь тоже в мое видео. В общем, у меня на сегодня все. Я всем желаю, как всегда, всего самого наилучшего. Всем пока-пока.